Здравствуйте, дорогие друзья! Мне кажется, я сейчас немножко залезу на чужой контент, чужую, может быть, для кого-то неизведанную территорию, но я вас заверяю о том, что для меня это абсолютно изведанная территория. Просто мы используем с вами разную терминологию. И появилась вот эта терминология на YouTube, как я вижу, и целый поток людей, людей, немножко запутавшихся в себе. Я вижу комментарии, которые вы, ну, не на моих видео оставляете, но, тем не менее, я читал, изучал тему. То есть, я очень часто говорю о женщинах, которые пострадали от токсичного поведения мужчин, а это наоборот. Речь сегодня пойдет о мужчинах, которые пострадали от токсичного поведения женщин. И мне хотелось бы озвучить тему, да, на более научно. Вы используете терминологию очень часто бабы-рабы, лоси и какую-то прочую, ну, так скажем, ересь все же не научную, да. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что вижу, что вы, соответственно, пытаетесь объяснить гендерной особенностью поведения женщин, что сегодня время какое-то такое неправильное. Вот раньше в светлые там СССР было лучше, и разные другие недопонимания происходят. И, соответственно, если вы думаете, что дело только в гендерной принадлежности, или если вы думаете, что, соответственно, дело только в том, что сейчас вот век капитализма, а вот в СССР женщины были бы другие, то вы ошибаетесь. И даже если вы уедете в какую-то страну, в Китай, неважно, там, в Японию, еще где лучше, где светит солнце, да, мороженое такое же вкусное, как было сто лет тому назад, при батюшке Ленине, нет, на самом деле это не так. И мороженое, может быть, там и будет вкусное, и советские идеалы, может быть, кому-то действительно по душе. Но речь не об этом. Речь о том, что у нас есть типы личности и расстройства личности. Если у человека так называемое нарциссическое расстройство личности присутствует, а я уже говорил, это спорный вопрос, некоторые его уже практически психотип записывают, то есть настолько часто это расстройство, оно, соответственно, у людей попадается. Понимаете, вы будете даже в другой стране, даже в другом социуме, может быть, в более таком строгом социуме, где принято более какое-то, может быть, многие мужчины об этом мечтают, да, сейчас вернуться в какое-то время, где было бы вот принято такое более раболепное такое отношение женщин, зависимое такое отношение женщин от мужчин. Но, тем не менее, даже при таком положительном, да, раскладе вещей, когда женщины бы перед нами там за наш гендер как-то там преклонялись и прочее, ну, безусловно, да, естественно, всем, большинству людей, по крайней мере, хочется какой-то власти и так далее, но я вас заверяю, что если вы не умеете, соответственно, с этой властью правильно обращаться, то вы эту власть потеряете. И даже если перед вами у вас будут деньги, богатство, слава, если вы, соответственно, наткнетесь на нарцисску, то она это может все себе забрать у вас. Если вы наткнетесь на нарцисску, она может вас, соответственно, подавить внутри вашей ситуации, взяв ваши деньги под контроль, взяв вашу жизнь под контроль, она может все себе абсолютно забрать, очернить вас в глазах своих друзей и, соответственно, тем самым, вообще в корне поменяв, как бы, да, вот это вот расположение, ну, вас и социума, даже если вы были социально абсолютно максимально, так скажем, защищены, да, это пример вот этих роковых женщин, это вот эти вот фильмы из 70-х американские, да, когда приходит роковая красотка, оказывается, она этого подставила, того подставила, еще собственного мужа убила и пришла к детективу, соответственно, просить детектива о том, чтобы он расследовал, да, это убийство. Понимаете? Поэтому бывает все очень запутано с нарциссками. Нет, вы ошибаетесь, я люблю мужа. Если бы вы знали, как тяжело приходится женщине, которая выглядит, как я. И куда бы вы ни пошли, понимаете, каким бы вы властью не располагали деньгами, все равно знание, типология личности вас будет защищать и ограждать от сложных людей, людей, которые не должны прийти к вам в жизнь. Бывают социопатические женщины. Приступ социопатии у него может возникнуть, если вы, ну, не распознали изначально, да, вот этот первый приступ может возникнуть достаточно, да, непредсказуемо для обычного человека. Если обычный человек немножко влюблен, немножко очень сильно, ну, так скажем, на внешности девушки, да, придает большое значение. И если у нее какой-то приступ, она может и ножом пырнуть. Ну, это уже вот, да, из таких крайних случаев. Но, тем не менее, поэтому какие-то маломайские знания по психологии обязательно необходимы и мужчинам. На сегодняшний день не так сильна грань, да, между физическим превосходством мужчинам, мужчинами над женщинами. Есть женщины, которые качаются и могут реально побить мужчину другого какого-то, да, допустим, девочка там супер как-то занимается, и, к примеру, она нарцисска, я встречал такую, и она специально выбирала мужчин худеньких, щупленьких, которые фитнесом не занимаются. Это очень забавно смотрелось, ну, когда они идут вот где-то по набережной, допустим, да, и такая мощная деваха идет, и рядом с ней такой мальчик бежит. Вот, она еще высокого роста, он маленького роста, худенький, щупленький, и она как такой охранник его охраняет. Ну вот, но я думаю, что там он от нее мог получить такая суровая нарциссическая эпилептоидка, у меня была знакомая. Вот, и чтобы вот владеть этими терминами, сразу можете там посмотреть видеоролик, постараюсь, чтобы он был в подсказках, или, соответственно, найдете в конце в подсказках об эпилептоидках, да, эпилептоидных женщинах, кто это такие. И вы должны научиться немножечко разбираться в этой теме, и тогда вам самим станет легче, потому что вы не будете напарваться вот на эти грабли. Я это все то же самое пережил, посмотрите в конце в подсказках будет видео о том, как я жил с нарцисской. Понимаете? И только недавно я искал себе девушку, я еще, думаю, сниму об этом видео, и ради интереса заходил на сайты знакомств, и, соответственно, тоже, может быть, сделаю об этой переписке отдельный выпуск. На сайтах знакомств, да, сидят очень много нарциссок, и для них как бы там вот такое раздолье. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не старайтесь не уходить в какие-то ненаучные дебри. Наука вам очень сильно, прикладная психология в том числе, прикладная какая-то медицина, очень сильно вам поможет в жизни. Поэтому я вас призываю просто изучить для себя эту тему. С вами был Кравцев Сергей, я с удовольствием увижу вас на своих онлайн-консультациях, в своем инстаграме, а также, конечно, буду рад, если вы подпишетесь на данный ютуб-канал и будете наблюдать за моим творчеством. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok